Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Я полагаю, что давно уже пришло время назрело рассказать вам о витамине В9. Итак, сначала, что это такое, для чего он нужен, а потом, как, какой лучше принимать, откуда его брать, получать. В9 это фолиевая кислота. Не путайте с фолиевой кислотой. Это разные нутриенты. Вместе с витамином В12, В9 напрямую участвует в образовании красных кровяных телец эритроцитов. Именно В9 поставляет молекулы углерода для продуцирования гемоглобина. Фолиевая кислота является незаменимым компонентом спинномозговой жидкости и обеспечивает работу всей нервной системы и головного и спинного мозга. Дефицит витамина В9 во время беременности приводит к дефектам нервной системы, в том числе трубки плода. Именно благодаря витамину В9 осуществляется хранение и передача генетической информации, поскольку именно он задействован в синтезе нуклеиновых кислот. Более того, для пищеварения он жизненно необходим, ведь без него невозможна выработка соляной кислоты в желудке. Без него невозможен нормальный синтез белков в составе мышц, костей и пуринов, необходимых для формирования клеток и их ядер. А еще благодаря витамину В9 происходит образование гормонов нейромедиаторов, серотонина и норадреналина. Этот витамин оказывает прямое, непосредственное влияние на ваше настроение, на активность, энергию, оптимизм и вообще психоэмоциональный фон. Можно определенно сказать, что именно витамин В9 помогает организму бороться со стрессом. Это однозначно. Я перечислил основные функции и задачи витамина В9 в организме, есть и другие. Каковы симптомы дефицита витамина В9? Тут все логично, поскольку симптомы есть следствие функции витамина В9. На первый план выходит снижение концентрации гемоглобина в крови. Итак, если гемоглобин в крови низкий, здесь два варианта основных. Это паразиты, ну такие как аскорида, например, которые сосут кровь непосредственно, либо прочие виды, и дефицит витамина В9. Внешне это проявляется бледностью кожных покровов, кстати, выпадением волос, ухудшением состояния ногтей, слабость, снижение работоспособности. И, кстати, из-за плохого усвоения белка по причине дефицита витамина В9 человек теряет и не может набрать мышечную массу. А также дефицит сказывается на выносливости. У таких людей очень часто бывают нарушения сна, депрессия, апатия, снижение настроения. А это результат недостаточного синтеза в организме серотонина. Теперь о том, как получить витамин В9, чтобы не было дефицита с тяжкими последствиями. Есть два способа получать из пищи, и второй способ получать в качестве биологически активных добавок. Ну и, собственно, чистого витамина В9. Но тут есть нюансы. Итак, есть и третий способ. Дело в том, что витамин В9 может теоретически синтезироваться благодаря нашей симбиотической кишечной микрофлоре, то есть ЖКТ. Но у большинства людей в наши дни есть проблемы с ЖКТ. Это язвы, гастриты и желудка, и 12-перстной кишки, и синдром раздраженного кишечника. СИБР, то есть синдром избыточно-бактериального роста, различные дисбиозные состояния. Вот всё это мешает усвоению фолиевой кислоты как получаемой из пищи, так и синтезируемой нашей кишечной микрофлорой. Более того, алкоголь, различные химические добавки в пищу разрушают и не дают усваиваться витамину В9. Поэтому надо приводить ЖКТ в порядок. Это первым делом. Но этим людям, у кого есть любые болезни ЖКТ, жизненно необходимо, поскольку они не смогут получать из пищи, то есть усваивать этот витамин в полной должной мере, принимать необходимо витамин В9 извне. Но только внимание, не синтетически, об этом я чуть далее поясню. Здесь я должен сделать особый акцент. Дело в том, что и детям, подросткам, беременным, кормящим женщинам необходимо увеличенное количество В9 принимать обязательно дополнительно. Не хватит вам из пищи. Пока растёт, формируется нервная система, необходимо принимать дополнительно. Рисковать не стоит. Более того, у кого, не дай бог, онкология, болезни кожи, желудочно-кишечного тракта, необходимо принимать витамин В9 дополнительно, но только не синтетически. Что ещё очень важно знать? Термическая обработка, вот внимание, термическая обработка разрушает минимум 90% поступающей из пищи вот этой фолиевой кислоты витамина В9. И поэтому, ещё раз говорю, в который раз, в котором видео, необходимо потреблять свежие овощи и зелень. Где больше всего витамина В9? В укропе, петрушке, шпинате, в разной любой зелени. Естественно, в хлореле, спирулине, безусловно. В семенах подсолнуха, абрикосах. В зелёном горошке, но больше всего в зелени. Кстати, как и так необходимого магния, в том числе, в зелени. Она потому и зелёная, что там пигмент хлорофилла, это, собственно, магний даёт цвет. Итак, какую пищу есть необходимый, я сказал. О том, что приводить ЖКТ в порядок, жизненно необходимый, я сказал. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд. И сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Но что делать людям здесь и сейчас, у кого есть эти дефицитные состояния, у кого есть эти симптомы, кто не сможет изменить своё здоровье моментально? Необходимо принимать витамин В9 в виде, ну, отдельного монопрепарата. В составе поливитаминов категорически нет. И вообще, вот сейчас я поясню то, что по-хорошему давно уже хотел сделать, да руки не доходили. На фармрынке, во всех аптеках продаётся исключительно и только синтетическая фолиевая кислота витамин В9. Во-первых, она усваивается организмом не более чем на 10%, а то и меньше. А сейчас, в наши дни, у людей с поломкой фалатного цикла, вот о чём я говорил, с проблемами, связанными с ЖКТ и прочее, вообще не усваивается. То есть, ноль на самом деле. Поэтому необходимо применение природной формы, биологически активной формы витамина В9 в виде подъязычного спрея. И такой уникальный витамин В9 создан. Это так называемый фолатол от наших коллег-создателей фульвовой кислоты с различными натуральными добавками. Например, там с цинком, с кремнием и так далее. И вот новый продукт витамин В9 в виде подъязычного спрея. Сейчас я вам о нём подробнее расскажу. И начну с отличий вот этих фолатов, то есть, биологически активной формы витамина В9, в отличие от фолиевой кислоты. Фолат попадает в наш организм как дигидрофолат, то есть, витамин В9 при натуральном метаболизме слизистой тонкого кишечника превращаясь в тетрагидрофолат, который участвует в дальнейшем биосинтезе. Фолиевая кислота проходит процесс метилирования в печени и для конвертации в тетрагидрофолат нуждается в специальном энзиме – дигидрофолат редуктазе. У большинства людей, то есть, практически у всех, у кого есть проблемы с ЖКТ, в организме недостаточно этого энзима, у тех людей, у кого проблемы с печенью. А те люди, которые принимают синтетическую фолиевую кислоту, у них растет в крови неметаболизированная фолиевая кислота. А к чему приводит ее излишняя концентрация? А она увеличивает риски развития злокачественных опухолей. Ее высокие концентрации приводят к анемии и к другим проблемам. Что же делать? Выход есть. Теперь в наши дни есть. Это фолатол, то есть, метилфолат витамина В9. Это самая биологически активная форма фолата. Метилфолат, входящий в состав данного спрея, снижает риск рождения ребенка с дефектами головного и спинного мозга. Он полностью усваивается у любого человека с любыми проблемами со здоровьем. Он будет точно участвовать в синтезе РНК и ДНК. Он снизит уровень тревоги и депрессии. Он простимулирует производство красных кровяных телец костным мозгом, сборку гемоглобина. Он повысит умственную активность и у ребенка, и у старика. Более того, он восстановит слизистые оболочки ЖКТ. Он укрепит нервную систему, простимулирует выработку серотонина гормона радости. Он повысит вашу умственную активность, улучшит память, внимание. Он нормализует работу кровеносной системы. И это еще и профилактика сердечно-сосудистых болезней и тромбозов. Он просто необходим тем людям, у кого есть варикозное расширение вены и тромбофлебит, а также тем, у кого густая кровь. Более того, он еще нормализует менструальный цикл. Итак, форма выпуска. Жидкий, с дозатором во флаконе, концентрат. 30 мл, никакой химии. Взрослым людям вполне достаточно. 4 нажатия дозатора, это примерно 0,4 мл, подъязычно, один раз в день после еды. Скажем, после завтрака, можно после обеда. Беременным, кормящим женщинам. Принимать, конечно, по рекомендации, надо сказать, под наблюдением врача. До двух раз в день, таким же образом. Продолжительность приема месяц, потом, неделя-две перерыв и далее. Еще раз, одно нажатие, один пшик, это 25% суточной дозы для взрослого человека. Таким образом, одного флакона в среднем хватит на 2 месяца для беременной женщины, кормящей на 1 месяц. Для ребенка, в зависимости от возраста, на 3-4 месяца. Подробнее читайте прямо под товаром информацию. Ссылку на приобретение именно данного фалата, витамина В9, я оставлю прямо под этим видео. Хочу напомнить, что из данной линейки есть следующие продукты. Экстракт артишока, необходимый для здоровья почек. И не только. Чистый артишок, подчеркиваю, прочтите, не поленитесь. Потом, фульват, то есть фулевая кислота, о ней в видео обязательно посмотрите, если еще не видели о фулевой кислоте. Так вот, фульват плюс кремний, фульват плюс магний, фульват плюс цинк, фульват плюс фалат, то есть природный витамин В9. Да, он есть в жидком виде, но кому-то в виде спрея будет гораздо удобнее. По сути, есть два варианта. Можно взять чистый фалат, о котором только что я рассказал, в виде спрея. А можно совместно с фулевовой кислотой и уже тогда пить его, ну там другие единицы измерения, это вы прочтете под товаром. Также есть зооол, уникальная добавка для любых животных. Ну и есть еще одно уникальное биоудобрение, стимулятор роста для растений на основе фулевовой и гуминовой кислот. Ссылку на этот раздел я тоже оставлю вам прямо под этим видео. А еще я вам советую посмотреть раздел про липосомальные нутриенты. И конечно, мы отправим эти и другие наши товары в любые города России, страны мира. Посмотрите буквально две минутки рекламы. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.